Последний урок по Мэйчину. Я вообще планирую 77 клипов по древнегреческому, просто я перейду немножко на другие пособия и немного сделаю разборов по Новому Завету. Вот в последний один срок будет ходить, а Мэйчина я покидаю и скоро покину и Ассимиль. Будет еще один по Ассимилю клип и все потом. Потому что грамматика изложена, а Ассимиль я больше как приложение к Мэйчину, чтобы было больше примеров классического языка, не только Нового Завета. В последнем уроке разбираются некоторые неправильные глаголы. Допустим, гистами ставлю. Вот тоже глагол нами, и вот приводятся его формы. И полная парадигма дается в приложении в этом уроке. Некоторые тут рассуждения, как эти формы получились. Неправильные глаголы есть, но их не очень много. Лучше смотреть в справочниках парадигмы, если это вызывает затруднения. Также он упоминает ойда. Это глагол знаю, который употребляется только в перфекте. То есть, я узнал. Или в плюс к вам перфекте. Ну, в общем-то, тоже достаточно такая распространенная конструкция. От Иоанна довольно часто это ойда. Есть в греческом еще желательное наклонение. Почти не употребляется в Новом Завете. И оно выражается, как суффикс ой, между основой и окончанием. Вот пример. Аплотив это пожелание, чтобы что-то осуществилось без прямого приказа. Также он тут о глаголе гиномай рассуждает, что довольно важно, потому что это многозначный глагол. Гиномай означает, что чего-то не было, а потом оно произошло. Такой в общей форме. Поэтому переводиться он может на русский самыми разными способами. Он имеется в прологе к Евангелии от Анны, Панта Диалту и Генету. Все через него, или начало быть, все через него возникло. Как-то вот так. Вот тут именно имеется в виду, что да, чего-то не было, а потом оно вдруг стало. Также есть оборот, который, как пишет Мэйчин, возник от Эврита или Атарамита к Ая Генету. То есть, и случилось, и так далее. Вот он обозначает, что что-то внезапно произошло. При нем стоит акузатив с инфинитивом, или глагольная форма с союзом Кай, или без него. Слова. Частично были в Ассимире, допустим, анистыми там было. Анистыми это я поднимаю, а в Аоресте, в Перфекте будет я поднялся. Анойго открываю. Гапас это более сильно, чем Панта, чем Пас. Это тоже все, но, короче, вообще все. Докео это высказывает свое мнение. Докса мнение, кажется, было уже. Дюна Май Магу. Там, допустим, Динамо Машина и все такое вот отсюда. И Дюнамис, соответственно, это возможности, и часто переводится как Сила или Чудо. В Новом Завете, но скорее Сила. Это вот способность что-то, опять же, сделать Дюнамис. В самом таком широком смысле и чудеса тоже сюда входят. Эбен я пошел, это от Байно. Гетерос другой, например, гетеросексуал у нас есть, гетерос. Гистами уже там разбирался выше, это неправильный глагол ставлю, поднимаю. Можно так же я встал, когда он в Перфекте идет. Катхэм я сижу уже было в Ассимилии. Мехри вплоть до чего-то там. Ойда вот я знаю. Это только Перфект. То есть у него других форм нет, только в Перфекте. Но потребляется он причем в значении настоящего. То есть я узнал, видимо, вот как-то так. Голос целый, например, голограмма. Гомоиос подобный, похожий. Кудепа еще не. Ну и вот это всякие вот эти с У, они уже, в принципе, тоже были и в Ассимилии, и много где. И в Маленаусске не были. Уте-Уте-ни-ни. Пара Гиномай присутствует от Гиномай. Пауа-май перестаю. Сэмерон сегодня. Фанэроу обнаруживать. Тоже уже было в Ассимилии. Фанэрозой, например, обнаружила жизнь. Фэми говорю очень редкий. И даже и в классике тоже его почти нет. Иногда можно Фэми сказать. Старые глаголы на ми, они часто и выходят из употребления. Хос уже много раз было, я не знаю почему. Тексты в основном я гляжу из Иоанна. Первый Е3 перевожу, как обычно. Девятута Ро Космос Угеносской Ремас. Потому Космос вас не узнал. Не знает. Вас не знает. Ро Ти Уг Эгно Алтон. Потому что он не узнал его. Вот тут вот. Значит, Кеносской у нас будет настоящее. Космос не знает настоящее время. Гностика, да? Христиан. Потому что он не узнал его. А вот это у нас Аорист. То есть, был какой-то предел, которого, видимо, он мог узнать, но так и не узнал Космос его. Ну, Бога имеется в виду. Агапитой. Нюн Тэкна Тхэу Эсмен. Возлюбленные. Сейчас мы дети Бога. Кай упо эфанэрот хэ ти. Эсомы Тха. И еще не открылась. Чем мы будем. Будем для себя в медиальном идет. Ойдамэн готи эан фанэрот хэ. Мы знаем, что если откроется, если проявится, то мы будем подобны ему. Роти опсомы Тха алтон катрос эстин. Катрос эстин. Роти опсомы Тха алтон катрос эстин. Чтобы или потому, что мы увидим. Видимо, потому что мы увидим его таким, какой он есть. Ну, Бога. Псомы Тхэ. Эдэ гон ун алтон. По эстин го патерсу. Сказали же, или там, и так сказали ему. Где твой отец? Это из диалога с фарисеями. Абекрит Хей Иисус. Отвечал Иисус. Ответил. Ответил Иисус. Уты эме ойдате. Уты том патераму. Вы не знаете ни меня, ни моего отца. Ну, вот, кстати, одно из оснований, почему гностики отрицают Ветхий Завет, так называемый, то есть Танах. Вот Иисус конкретно говорит фарисеям, что и ни меня не знаете. Они были иудеи. Он говорит, что они не знают ни него, ни бога. То есть, что иудеи бога не знают. Уты том патераму. То есть, они не знают его отца, бога. Поэтому их религия не истинна ни в какой форме. Эй эме эдэйте. Кай том патераму ан эдэйте. Если меня знаете, то и отца моего вы бы знали. Если бы вы знали меня, то знали бы и моего отца. Как-то вот так лучше даже. Следующий фрагмент. Сет-э-ды-э-э-ты-э-ме-кай-ух гэврэ-э-с-э-теazar. Будущее. Вы будете искать меня и не будете находить. Кай го-пу эй-ми-э-го. И там, где я, ю-мэйс-у-дюна-стхэ-э-эл-тхэйн Эл-тхэйн И туда, где я, вы не сможете войти. Но остальное настоящий набор. Тут уже одну цитату. абсолютно